всем привет друзья меня зовут саша это канал о вязании ну что я решила записать болталку надеюсь будет слышно я тестирую новый микрофон эти микрофоны меня когда-нибудь добьют просто честно говоря поэтому отпишите мне пожалуйста как будет звук как будет слышно ну видно понятно вроде как неплохо но как будет видно как будет слышно в общем я сегодня не совсем привычной локации но в общем я тут тестирую всякие разные места дома вот и это в общем сегодня решила такую еще у нас пока что новогодний антураж вот ну и принципе сегодня так у меня будет такой новогодний часть 2 на первую часть я помню в прошлом году что ли отвечала я не помню вот и тут не ларочка значит напомнила что есть еще вторая часть я решила почему собственно говоря нет нам с вами не поболтать да тем более болталки вы мои любите я тоже периодически под настроение люблю поэтому в общем то давайте начинаете вопросов у нас у меня здесь стоит компьютер вот поэтому я буду буду в него смотреть значит у нас всего 20 вопросов поэтому я надеюсь что я сильно долго прям болтать не буду тем более что я сижу на полу и главное чтобы меня тут ничего нет нет не отвалилась так 1 что тебе запомнилось предыдущем году ну а в принципе я итоги года подводила да поэтому по визуальному я уже много чего рассказывала значит много было конечно всяких личных моментиков мне очень запомнился прошлый год тем что мы поставили рекорд по путешествиям это наш семейный такой достижение мы очень любим путешествовать для всех новеньких кто на моем канале в общем то у меня есть муж у меня есть сын вот и мы очень любим путешествовать вот и в принципе если бы была возможность знаете и материальная и но физическая на самом деле сейчас есть возможность но тем не менее да если бы материальная была неограниченная возможность мне кажется мы бы просто не вылезали из путешествий постоянно что-то новенькое куда-то бы ездили ну потому что нам это правда очень нравится нам это доставляет удовольствие да это конечно есть определенный ряд неудобств каких-то трудностей сложности устаешь там и так далее но все равно это нас очень сильно наполняет вот поэтому когда мне знаете говорят что может уже хватит уже сколько уж можно там и так далее мне хочется сказать наоборот если бы как бы мне кажется что это не так уж и много можно в принципе наверное побольше вот поэтому однозначно путешествие а значит чем ничего запомнится тем что муж мой начал в общем свою как это профессиональную деятельность именно такую какую он хочет вот поэтому это тоже знаковое очень-очень событие ну на самом деле было очень много мелких каких-то личных каких-то семейных каких-то в широком понимании семейных да но это может быть и нет смысла озвучивать вот про ребенка тоже могу много чего сказать но честно говоря боюсь говорить слух потому что как только я что-то говорю вслух вечно какие-то приветики потом идут другие поэтому нет не буду говорить на самом деле будет год был хороший я ничего плохого не могу сказать главное что все живы все здоровы в общем все дошли целыми и невредимыми до начала 2024 поэтому только за это можно как рассказать только за вот этот вот моментик можно реально сказать огромное спасибо поэтому мне грех жаловаться тут вот фу второе самый лучший вязальный проект того года самый лучший вязальный проект на самом деле их было не один но давайте я выделю не знаю розовый свитер которые связала и смесовки soft donning и кэшкод мне кажется что это прямо знаете как это сказать отправная точка в во-первых конструкции японского плеча это раз во вторых в смесовках пряжи что не надо бояться и не надо а знаете ну как это сказать думать что не это вот это шутон и галун и так хороший зачем там и так далее да нет надо миксовать надо пробовать потому что мы иногда даже не представляем что это может быть знаете ну какая-то прям вообще супер-купер классная история так я думаю что да не горит у нас же тут есть с вами красота которую можно зажечь видали красота какая вот чтобы было у нас с вами очень очень красиво и атмосферно так поэтому давайте назовем розовый значит этот проект розовый свитер так разочарование того года или что не получилось не связалась в том году ну разочарование вам уже говорила это лана вроса перфортуна я так ее хотела так я очень желала мечтала и так далее она меня разочаровала ну блин при ее стоимости и при ее фактуре мне кажется что можно как-то было посимпатичнее быть или ее надо носить только без верхней одежды но как-то странно связать джемпер и носить его только в теплое время года ну как то не знаю вот и я очень хотела связать себе американский точнее как топ с американской проймы или как это который такой вот значит здесь типа по горлу да и здесь идет такой глубокий вырез но моя фигура не позволяет ну как точнее как позволяет конечно да в принципе все можно одевать но мне не нравится я получаю все это баба баба этот братуха борцуха в общем с огромными плечами но мне не нравится то есть я правда возлагала надежду на этот топ не так хотелось так хотелось но как то не получилось но это вот первое то что я вспоминаю на самом деле мне кажется было много чего всяких каких-то ну а-ля разочарований но я это не воспринимаю прям как разочарование знаете миферс разочарование очень такое громкое слово это скорее просто какая-то неудача временная которую можно перевязать и вообще в нашем хобби слава богу что все можно если что переделать это не зубы это не какая-то там знаете окончательный бесповоротно нет у нас мне кажется можно абсолютно вообще все что только захочешь сделать так четвертый вопрос как провела новый год и новогодние выходные только фильмы и еда прогулки или вязала за пойми ну значит новый год мы уже как последние все года особенно когда у нас есть ребенок мы проводим дома спокойно с мужем вдвоем ребенок у нас идет где-то там в районе половины одиннадцатого спать вот мы готовим что-то минимальное вообще там у нас буквально один салат из приготовления все остальное закусочки нарезочки что-то такое потому что мы поняли что но мы вдвоем как бы мы даже мясо не делаем на 31 число потому что горячая да потому что мы до него никогда не доходим мы просто закусочки салатик там бутербродики туда-сюда и все это уже в принципе наелся вот значит поэтому новогодний сам новый год точнее провели очень спокойно очень по-семейному вдвоем воспоминали год поболтали да и там сколько в полчетвертого наверно в три что-то там с копейками мы пошли спать вот значит новогодние выходные ну для тех кто не знает опять же да много новеньких тут буквально нововлога значит я была у родителей в россии и очень много новеньких не писали а так вы типа из россии а что вы делаете в минске почему-то сразу же всем кажется если я в россии до нового года это значит что я обязательно родом из россии нет дорогие мои я вообще я родилась живу жила и буду жить я надеюсь в беларуси я коренной коренной белорус короче да и мои родители тоже белорусы просто сколько там семь наверное уже восемь лет назад они уехали в россию так вот получилось все совпало и они переехали у нас в россии в москве живет мамина родная сестра вот и они периодически их звали что типа попробуйте там давайте ну и как-то вот они долго решали сначала вроде как нет потом вроде когда потом там что-то не получалось и потом в итоге в общем все получилось они переехали купили квартиру и все там сейчас живут в подмосковье вот и они уже граждане российской федерации а в беларуси у нас запрещено двойное гражданство то есть они ну либо белорусы и соответственно россияне поэтому чем они выбрали российское гражданство и вот все втроем мама папа и брат они граждане российской федерации я гражданка республики беларусь вот и поэтому в общем то как бы все просто я просто каждый раз каждый год когда я еду к родителям я всегда это все рассказываю да потому что всем почему-то кажется что я же говорю если я уехала на новогодние именно какие-то каникулы я там какое-то продолжительное время нахожусь россии то значит сразу то сразу же все понятно нет это так так это не работает так вот поэтому соответственно на сам новый год мы были дома значит и второго часа рано рано утром можно соответственно вокзал вот и мы поехали к родителям гости обычно они всегда приезжают к нам на вот эти русские да выходные большие точнее каникулы вот в этом году немножко не получилось поэтому я решила почему бы нам с мирославом с в общем сына моим да не поехать к ним тем более что мы обычно всегда летом к ним на каникулы ездим на месяц почти что вот а тут ну на новый год это что-то интересненько поэтому мы вот в общем-то собрались и поехали и мы была вообще у нас активная запланирована программа но из-за большого мороза все-таки 26 но как бы для нас это крайне непривычно но в принципе это понимаю что для москвы московской области это тоже как бы не самая привычная температура поэтому конечно мы там типа в центр города особо мы не не сходили мы так найти между родственниками болтались родственники к нам и к ним ну дома соответственно да вот на встречу я съездила потом из мамы театр сходили ну короче я считаю что очень отлично в принципе достаточно можно сказать активно мы проводили время вот и повязать я успела но у меня не было первоочередной задачей повязать первом поездке вот я закончила носки которые у меня купили красненькие показывала все я брала еще запасной моток собой на всякий случай но до него очень дело даже не дошло но это было ожидаемо вот поэтому нам могу сказать что в принципе активно у нас прошли выходные эти новогодние каникулы так какие блюда готовила на новый год новые или классические все классическое ничего нового я особо в этом плане я такая консерва знаете я люблю то что реально а проверенное то что ни в коем случае не испортишь там знаете ну чтобы не было разочарования потому что вот когда какие-то там застолье это праздники я все-таки люблю более ну вы такой консервативный до подходик мы приготовили оливье это обязательно у меня новый год без оливье это не новый год вот бутерброды с укрой бутерброды такая помозилка есть рыбина у меня муж очень любит антарктик риль мы все время называли ее арктик риль она на самом деле антарктик риль вот что там еще у нас была нарезка мясная сырная нарезка что там у нас было чипсы мы любим всякие такие найти там эти сухарики и так далее оливки маслины ну короче супер такой знаете базовый набор но это то что мы реально очень любим то что заходит то что быстренько съел да и как бы не чувствуешь потом на следующий наутро что ты просто как этот пороховая бочка поэтому можно сказать что особо блюд там я не готовила так поехали дальше подарки на новый год что дарила что подарили а что хотелось бы какой подарок впечатлил значит что дарила я значит мужу что я подарила книжку спортивную он хотел у нас как бы сказать какие-то крупные покупки мы покупаем там просто не обязательно к празднику а так это какие-то такие мелочи знаете приятности вот значит что я еще дарила я вязала брату балаклаву папе я вязала снуд маме я я перечисляю вязание потому что было еще не вязание естественно составляющая но это уже не суть вопроса вот значит папе снуд я вязала маме шапку ну принципе там еще родственникам носки я вязала вот значит что что подарили мне подарили спицы которые хотела хотела пряжу которую я хотела муж не подарил сертификат пряжный магазин девочки на вязальной встрече мне подвели пряжу какие-то аксессуары чуть-чуть косметики ну короче просто вообще прям прям вообще все что душенька угодно а родственники подарили всякие там вкусняшки косметические штучки там чай очки кофе очки ну короче тут найти как бы полный вообще спектр всего поэтому я очень довольна тут желать еще чего-то сложного чего хотелось бы наверное ничего бы не хотелось я счастливый человек у меня есть все что мне надо для счастья я слава богу могу купить себе все что мне хочется да вот поэтому прям что хотелось бы всегда конечно может быть что-то хочется но вот сказать знаете что вот у меня есть голубая места нет слава богу есть возможность эти мечты все осуществить вот поэтому в этом бане очень счастливый человек так какой подарок впечатлил ну прям сказать что дико впечатлил нет потому что я каждому подарку всегда очень рада потому что я уже миллионы раз говорила мне важен или что прям мне подарок вообще не важно нет конечно важен но мне больше цены именно время то что человек захотел сделать подарок потратил время его там купил и выбрал не знаю там еще что-то сделал вот это мне для меня это прямо очень очень ценно участвовала ли в тайном обмене подарками да я участвовала в двух тайных санта я хотела еще делать свой но тайный как он называется октябренок немножко мой пыл под под сбил на вот поэтому скорее всего я думаю что я больше не буду вообще участвовать в смысле организовывать участвовать бутер организовывать нет потому что меня это очень ну короче для меня это тяжело психологически потому что я не могу понять как можно вообще относиться ко всем этим делам но не суть вопрос я уже это рассказывала вот поэтому я участвовала в двух и едва это просто вообще замечательные проекты один катера 2 маша ермакова и вообще оба подарка просто восхитительные чудесные но девочки вам огромное спасибо так поехали дальше строишь ли ты планы на этот год вязание если да то какие я строю планы но я честно говоря не особо прямо приверженец их озвучивать потому что во первых они еще не до конца сформированы во вторых все равно сюда вклиниваются какие-то заказы срочные проекты какие-то возможно совместные проекты поэтому прям такие дико глобальные планы честно говоря не строю потому что он понимаешь планы всегда они знаете ну как бы не всегда они сбываются и поэтому чего-то обещать зачем догнаться не всегда для меня это прямо ок так поехали дальше ведешь ли ты записи например 100 желаний на этот год научиться тому-то освоить связать и так далее я написала в этом году тоже список желаний у меня был 45 только набралось вот как бы я не ну и 100 там типа 100 список 100 желаний на год на следующий на грядущий вот но я писала то что нереально ну как бы скажем не то что даже надо потому что вот ну к чему я стремлюсь скажем так вот их набралось не очень-то много но я говорю я решила что я буду писать именно вот такие которые я хочу написать просто там знаете из разряда там знаю ну что-то обо что я не буду писать просто для того чтобы набрать там то желание вот поэтому связать нет это я ничего не не это не писала но касаемо там магазина касаемо развития конечно да желания такие есть они очень конкретные мы поэтому посмотрим в общем как что будет так с чего начало этот год зарядка прогулка общение и так далее ну что просыпание бузки с сыном с мужем завтрак совместный а ну конечно же разборка подарков была у нас у ребенка на принципе все первое число оно всегда крайне такое знаете малоподвижное ленивое ничего не хочется делать хочется полежать что-то посмотреть мы мультики смотрели ну короче такое крайне крайне вообще ленивая поэтому зарядки точно нет прогулки тоже нет это скорее просто вот такой семейный спокойные ленивые ленивое утро так новый год для тебя это будет обнуление с нового года начну новую жизнь буду вести зош вязать допоздна и так далее а у меня садится зарядка с одной стороны да с другой стороны нет а потому что ну как бы я считаю что глупо наверно прям с нового года что-то новое начинать потому что для этого есть 365 дней в году когда ты можешь взять и начать вот есть конечно какие-то планы которые ну логично начинать с нового года но сказать что я дико привязываюсь прям вот снова года новая жизнь нет точно потому что старую ты никуда не денешь вот все равно ее можно поменять его можно там чуть-чуть тебе подкорректировать но полностью начать новую жизнь ну это если какие-то события происходят которые тебя скажем вынуждают просто вот так вот из-за пня ну честно говоря не знаю что должно произойти чтобы я поменяю ка я все но нет нет однозначно нет так двенадцатый вопрос будешь ли ты заводить в этом году носочную шапочную или иную коробочку я как бы не завожу прям коробочки нет у меня скорее просто проекты которые я там складываю продаю ударю и так далее до в течение года я просто скорее считаю количество хотя вот последний год годы я считаю только носки это просто вот как-то мне интересно какой-то спортивный интерес все остальное сколько метров пряжи я вывязала сколько килограммов не знаю там какие сколько проектов я связала я это не считаю и не даже не записываю просто потому что для меня это вот перестало быть важным да и как бы что изменится от того что я связала там на 5 изделий больше в этом году ну честно говоря ничего ничего абсолютно вот поэтому не знаю зачем это делать но для меня это не целесообразно поэтому ну можно сказать что буду заводить носочную коробочку давайте так отвечу на этот вопрос а первый проект этого года уже начать закончен или только планах он уже закончен это носки красные вот потому что в конце года я их распустила мне там что-то не понравилось я психанула распустила начала первого числа там утром вот и все и вот соответственно за сколько тут сегодня у нас девятое число ну вот соответственно за девять за восемь да я вчера закончила вечером за восемь дней я закончила первый проект да который начался в 2020 году поэтому в принципе начало неплохое можно продолжать так твоя цветовая палитра этого года какая она как обычно или вкусы поменялись честно говоря все будет зависеть от настроения да я не могу сказать у меня есть какая-то дикая палитра которая там за года в год переходит конечно у меня есть любимые цвета это синий это зеленый последнее время мне нравится бежевые какие-то там camel сливочные какие-то цвета там молочные да вот такие вот цвета какой-то мокко возможно на мне раньше я как-то меньше на них обращала внимание вот петрольный мне очень нравится ну все равно это все зависит от настроения от проекта что мне надо под какие цели как часто я это буду носить там если это ребенку это вообще другие цвета он у меня уже товарищ такой что он там тыкает в красный цвет ему очень нравится какой-то синий цвет ему нравится то есть ну я даю ему выбор мне в принципе ну как бы выберет он там розовый не знаю цвет ну значит будет розовый носить вопросов нету самостоятельный парень вот поэтому нет какой-то четкой там палитры на этот год я точно себе не определяю так загадываешь ли ты желание под бой курантов если да то сбылось ли желание того года да я заказываю заказ загадываю каждый год желание с шампанским с бумажкой со спичкой все это самый и желание прошлого года ну давайте так она начала сбываться скажем так она еще не сбылось но она начала сбываться а вообще у меня за всю мою историю так сказать этого дела я наверное где-то мне кажется лет 17 может быть ну наверно да может 18 загадываю у меня сбылось два огромных желаний просто знаете на таких основополагающих вот поэтому ну я верю в то что это дело сбывается то есть понятно кто то скажет зачем полить бумажку я в этом году очень удачно съела свое желание потому что она чуть-чуть не догорела до самого конца но она уже было такое полу черненько полу это я укинула шампанское выпила у меня там просто мне кажется дымок аж пошел куда-то в мозги мне но надо надо все я бы как бы это сделала вот а так ну я для меня это определенный какой-то такой знаете просто символ ну уже который так как вот оливье новый год также бумажка с желанием не всегда удачно конечно не всегда супер вкусно но это нужно сделать такая знаете причинка обязательная так в чем встречала новый год в чем в домашней одежде просто я хотела одеть у меня есть такой вискозный костюм он прилип весь ко мне статическое электричество что-то с ним поменялось в общем поэтому я дело просто платьишко домашнее еще я не крашусь на новый год не делаю прически себе ну потому что во-первых мы дома во-вторых ну как-то знаете типа наелся накрасился все потом пошел все это смыл и лег спать ну короче для меня это как не целесообразно это время занимает я все таки хочу люблю встречать новый год сходить в душ быть чистой в чистой одежде вот как бы знаете ну этот типа ну типа начало чего-то нового свеженького подбирала наряд сама или выбирала в соответствии с написанным интернете я как бы читаю чисто по приколу больше да но я особо никогда ничего не подбираю в этом году там надо было блестки и все остальное я вот сходила 29 на корпоративчик с девочками все девочки были просто блестки юбки платье какие-то блузочки и все остальное то есть это красиво но когда это просто каждая девочка это так смотрится знаете ну как то так типа ну сказали надо значит значит всем надо поэтому нет просто домашняя одежда у меня так когда убираешь елку после 12 января или гораздо позже ну обычно мы убираем где-то после старого нового года это с 13 на 14 января вот но мы когда под настроение иногда мы можем убрать раньше иногда мы можем убрать в конце января да например сейчас мы уедем в поездку и мы будем убирать но точно после 20 числа соответственно елку то есть тут нету какой-то четкой привязки когда есть настроение тогда мы убираем в прошлом году мне почему-то елка очень быстро надоело поэтому мне кажется мы даже до старого нового года и они держали убрали там в числах десятых наверное так были ли пряжные покупки в этом году пряжу уже в деле нет пряжи еще не в деле покупки были я вам показывала она была носочка люрексы и один моточек кукола нагроса на шар вот я на нее смотрю она у меня там на моем пряжном уголочке болтается вот поэтому нет еще пока не в деле но все будет все будет однозначно так 19 вопрос новогодние выходные повод для выхода в свет или повод для бесконечного вязания мне кажется все зависит настроение хочется вам походить пожалуйста одеваете свои концертные наряды идете покорять значит этот мир если вам хочется все там просто у нас в беларуси 3 часа все идут на работу вот поэтому у нас как таковых каникул новогодних нет раньше все выходили второго на работу но если это не приходилось на воскресенье не знаю там субботу вот поэтому у нас нет каникул никаких поэтому у нас вот первое такой обходят как его все называют 2 это подготовка к работе поэтому знаете как это сказать особо размусоливать, да, и куда-то выходить в свет. Времени нету. Это все можно сделать в рабочие дни, поэтому тут все под настроением. Так, поехали. Последний вопрос. Твои пожелания мастерицам на этот год? Ну, в принципе, пожелания я уже делала, но давайте, в общем-то, может быть, это свеженькие какие-нибудь. Во-первых, я желаю вам в этом году, чтобы вы доставали из своих закромов свои жемчужники и из них вязали. Вот я, например, сейчас достала кашемир, которому уже сто лет в обед, он у меня стоит, он такой классный, он кориаджий, весь такой и просто базовый цвет. И я вот на него последние, наверное, несколько недель смотрела, да, потом мы там уехали, я думаю, а почему бы мне его не связать? Вот что он стоит? Кого он ждет? Какое, когда это случится? Лучшее время. Может мне вообще, не знаю, не захочется из него вязать. Может быть, моль его съест, может там не знаю еще чего-нибудь. Зачем? Ждать какого-то более подходящего момента. Ну, честно говоря, вот. Поэтому я желаю, чтобы вы вязали из того, что вам хочется вязать. Не потому, что там, ой, надо, жалко, еще чего-то. Вот захотели взять свою лучшую бобинку кашемира, достали, начали вязать. Захотелось вам, не знаю, из лучшего махера повязать, взяли, достали. Даже если он коллекционный. Ну, может быть, если вы только собираете какую-то коллекцию, вот принципиально, там, допустим, эти позиции я не трогаю ни при каких условиях. Тогда да. Но если вы покупаете пряжу для вязания, вяжите для нее, не откладывайте, потому что реально как-то задумываешься, а зачем я ее храню? Вот для чего? То есть, что должно такое наступить, чтобы вот я подумал, вот сейчас точно то время. Ну, вот я вам могу сказать, что вот сейчас точно то время, чтобы достать какую-нибудь самую классную бобинку и начать из нее вязать, там, не знаю, свою любимую вещь. Вот. Второе. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было время, чтобы у вас было желание и чтобы у вас было такое, знаете, рвение, вот, чему-то новому учиться, постигать какие-то новые техники. Даже если, я не знаю, эта техника, там, блин, набор петель, это абсолютно не важно, да, если кто-то там в вашем окружении говорит, что это фигня полная, это фигня для него, для вас, возможно, это будет просто вообще замечательная история. Вот. Поэтому, чтобы вы не боялись ночевать что-то... ночевать. Начинать что-то новое, браться за что-то новое, даже страшное и даже сложное. Все получится, да, глаза боятся, а руки делают. Вот. Третье. Хочу пожелать, чтобы ваши близкие вас поддерживали, да, не бухтели, сколько там уже можно пряжей-то нести. Купила, молодец, чудесно, все, вставь на полочку, да, или там, вяжи, радуйся, мы тебя поддержим. Потому что очень часто, ну, как бы, поддержка близких, это правда, даже не очень часто, это всегда, очень-очень важно, вот. Поэтому хочу пожелать, чтобы тех, у кого вдруг ее нет, чтобы она появилась, да, потому что, ну, как бы, не все меряется деньгами, не все меряется, не знаю, каким-то статусом, да, очень, как это сказать, важные вещи часто, это какая-то мелочь, но которая реально очень-очень важная. Вот. Что еще я вам хочу пожелать? Чтобы у вас не было страха, да, перед вязанием, даже если что-то не получилось, ничего страшного, все можно распустить, все можно, даже если вдруг вы испортили пряжу, не знаю, ну, это все равно не самое важное в жизни, пряжу можно купить, можно там, не знаю, в расстрочку взять и так далее, да, не бойтесь, не бойтесь испортить. Я лично знаю по себе, чем сложнее проект, я думаю, боже, в какую авантюру я вступаю, тем проще и быстрее он вяжется. Ну, вот, не знаю, у меня как-то это так работает, позволяйте себе эксперименты, не бойтесь. Ну, правда, не получится, ничего страшного вообще, зато вы будете знать, что вы попробовали вот там такое-то, такое-то, такое-то связать. Вот. Пускай у вас реально будет много всего, пряжи, спиц, книжек, журналов, инструментов, чтобы, допустим, если у вас нет пряжного уголка, чтобы вы себе его организовали. Даже если вы просто купите себе кресло, это уже 50% успеха есть. Чтобы вы могли себе позволить то, что вы хотите. Чтобы, опять же, например, у вас были какие-то, возможно, там, стремления, если это кому-то надо, там, не знаю, заработать, там, столько-то, чтобы купить себе, допустим, там, какой-то инструмент, который вы на данный момент, ну, не можете себе позволить. Ничего такого, бывает такое. Вот. Чтобы все ваши хотелки воплощались, да, и притворяли жизнь, потому что это тоже очень классно. Ты вроде хотел, 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 думал, мечтал, там, страдал, а тут хоп, и это все дело, это, уже у тебя в руках. Вот. Реально, чтобы, чтобы вы были свободны в вашем хобби, в вашем творчестве, чтобы оно вас воодушевляло, делало счастливым, отдавало, знаете, такую, как это сказать, веру вообще в наши волшебные ручки, да, то, что нашими руками мы делаем реально очень-очень крутые вещи, которые не каждому дано. Вот. И я всегда советую это, да, точнее, не советую, а желаю, чтобы вы не боялись говорить себе спасибо, не стеснялись, не запрещали, да, потому что это очень важно, да, говорить, ты молодец, ты вот умница, ты попробовала новое, ты не побоялась там что-то, что-то. А если тебе не понравилось, ты не побоялась распустить, да, не закрывала глаза на какие-то свои штуки. Вот. Благодарите себя. Будьте счастливы, чтобы действительно у вас светились глаза от того, что вы делаете, потому что это очень важно, окружать себя вещами, людьми, делами, не знаю, какими-то, не знаю, происшествиями, да, и так далее. Именно то, что вас зажигает, то, что вас делает счастливым. Жизнь нам дается, чтобы мы были счастливы, да, конечно, есть какие-то такие не очень хорошие моменты, но благодаря этим не очень хорошим моментам мы понимаем, где мы счастливы, а где мы, возможно, не очень счастливы. Вот. Поэтому будьте счастливы, пускай ваши хобби приносят вам удовольствие, пускай все получается, пускай вообще просто ваши пулки никогда не будут пустыми, пускай они постоянно это восполняются, да, хорошей пряжей, хорошим инструментом. Вот. И просто хочу, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Огромное спасибо, Ларечке, за тег. Очередной классный тег, когда можно и поболтать, и подумать, и, возможно, где-то что-то там повспоминать. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы хорошо провели время, повязали в моей компании. Надеюсь, у меня было слышно, ничего там не трещало. Надеюсь, реально все будет нормально по звуку. Вот. Поэтому огромное вам спасибо за внимание, за ваше время, за то, что вы приходите на мой канал. Я прям все... Огромное, правда, вам спасибо. Для меня это очень-очень ценно. И все. Говорю вам огромное спасибо. До следующего видео, до следующего влога. И тогда пока-пока. Всего хорошего.